Всем привет дорогие друзья! Сегодняшний игровой день. Фонд Бет континентальной хоккейной лиги добрался до Урала. Мы в Екатеринбурге на матче автомобилиста и Кунь-Луня. Михаил Григорьевич, ну прибудет это настроение у вас? Хороший эмоциональный фонд и у вас персонально и внутри команды? Ну конечно игра всегда радует, это же не тренировка. Когда играешь, когда много народу всегда это интересно и это наша такая любимая работа, которую нам всем нравится делать. У команды такой некий дисбаланс в атакующей игре. Вы можете забить 5, можете забить 6 за матч, можете не забить ничего. Откуда такие перепады? Ну я думаю, что все-таки больше это зависит от опыта и мастерства игроков. Поэтому стараемся, конечно, это исправить на тренировках. Надеюсь, что это на вас получится. Николай Николаевич, ну как провели единственный выходной, который был? Ну это было теоретическое занятие. Ребята восстановительные мероприятия были. Готовились к матчу непосредственно к Кунь-Луне. В поединке против нефтехимика, может быть, мне показалось, и вы опровергнете, сейчас мои слова на команду смотрелось тяжело. Это может быть просто усталость, которая накопилась. Да, может это джедлак. Может это дело в нефтехимике, который повязал по рукам и ногам команду. Ну я бы не сказал, что команда смотрелась тяжело. 49 бросков, 48 их надо сделать. Много было моментов. Наверное, указали ребятам на ошибки, что короче смены, где-то вот, чтобы динамика игры была на сегодня, это тоже нужно. Да, и что команда Кулыч хорошо обороняется. Где-то вот есть спаррин на отбор в зоне обороны. И, конечно же, хорошая атака у соперника, где очень много набросов и прострелов. Воробьев 55-й, Изборовский 2-й, первая тройка Кунь-Луня, Юрчо 92-й, Паркер Фу 22-й, Локер 20-й, Сомер Би 27-й и Челлил 7-й. Это первая пара защитников. Кунь-Лунь выиграл стартовое вбрасывание и сразу же начинают они активно. Как мы и сказали ранее, теряет особо дракону нечего от позиционной атаки. Хребунов шайбы владеет. Я думаю, в 400-м матчах ЭХЛ забить было бы ему сегодня вдвойне приятно. Но вот пока моментов не возникает, но впереди еще, считай, весь матч. Но еще при этом это первый, по сути, бросок в створ ворот от автомобилистов. Броска в створ опять же не состоялась, но здесь затянулась борьба в углу площадки. И вот он как раз бросок от Кузнецова. А в итоге шайба переходит уже к воротам Галкина. И снова единоборство. Вот единоборство это как раз то, чего будет очень много. Макошин хорошо заряжал. Да, опасное поставление на тераке было. Шайба отскочила и на галки вообще не видел. Но это давит, конечно. Удовольствия точно не приносит. Паровский неплохо бросает. При том, что позиция была отличная. Но Кайл Кейзер выпутился, сократил угол обстрела и спас. Игорь Головков, да, извините, который вообще больше 700 игр за Витязь провел. Да, Игорь Головков. Ух ты! Это опасно было. На хелпгивакс отдавали здесь на дальнюю штангу. А вот момент нам показывают. Да, но сильная передача была на... Сейчас отсюда лучше будет видно. И репаутов отдавал. Да, просто очень сильная передача. И мы видели, как клюшка прогнулась. Вброс по борту. Челлиус шайбу подбирает. Но Денишкин активно прессингует. Выхода из зоны не будет. Бросок по воротам с Боровски неплохо. Щелкал и Ян Дроск. Кстати, шайбу из зоны не вы. Но Дроск себя здорово проявил. Опять же, в прошлом плей-офф серии с мутинокорским металлургом. Там он смотрелся здорово. Момент может быть. Кейзер справляется. Это Денишкин не забил. Вот сейчас момент нам показывает. Да, вот здесь буквально чуть-чуть не завез пустые ворота. Но классный сейф. Это благодаря Канюня. Фу отдал на Лукса Локарта. И отличная передача в центр. Томаш Юрчо. Пытается здесь обыграть. Переложил на неудобную сторону крюка. Бросил. Но Галкин 201 или даже 202 сантиметра. Рост стоит, правда, очень серьезно. Здесь может быть момент. Воробьев подключается к атаке. Причем здорово убирал на широкой обводке. Но нужно назад возвращаться. Здесь как раз момент. Хелп Гевакс отдает. Бросок и гол. 1-0. Забрасывает капитан Кунь-Луня Спенсер Фу. Да, но при этом Галкин и переместился. И мне вначале показалось, что Фу немножко затянул с броском. И здесь уже практически вплотную приблизился. Но вот нашел. Подмышкой, по-моему, да, шайба пролечила? По ощущениям, что да. Да, подмышкой прям под рукой шайба проскочила. Семен Синяткин, например, кстати, действующий обладатель Кубка Харламова. В прошлом сезоне вместе со СК-1946. Он его выиграл. Брукс Мейсек. Неплохо. Классный бросок сейчас был. Он показался в череном клюшке. В вратарю попала опять шайба. Меркли не точно. Перехват в центре площадки. Бывальцев заходит в зону. По левому краю в центр вырезает. И как опасно здесь было. Один-один мог сейчас Бывальцев делать на последней минуте первого периода. При том, что немаловажно. Но все-таки Кайл Кейзер. Матч, прямо скажем, не изобилует голевыми моментами. Собственно, я у вашей команды считал их всего два. То есть, соответственно, на первый план в этом поединке выходит реализация. Два команды не имеют слишком много моментов в первом периоде. И вы скажете, что самое важное, что в этом матче в этом матче, это использовать все возможности, что у вас есть. Даже если не слишком много. Да, важно для нас, конечно, быть возможность здесь. Это отличный команда. Хороший билдинг, много хороших фанатов. Сейчас мы просто пытаемся продолжать здесь. Конечно, нам нужно использовать все моменты, которые у нас получается создавать. Потому что автомобилист очень сильная команда. Мы это всегда знали. Против них непросто играть. Поэтому, да, важно использовать все свои шансы. Ну, два раза видели мы по контролю шайбы. Автомобилист превосходил Кунь-Вунь в первом периоде. 7-3-4 и 3-18 у Кунь-Вуна. То есть на игры ты же сам выбираешь, выходишь в защиту или нет? А на тренировку всем обязательно. Гравас неплохо здесь составлял на Челиоса. И при этом в Галкину там влетел. Причем свой же защитник. Передача в центр. Выход 3-2. Может быть, очень интересно. Передача на вершину. Денишкин мог добивать до Коста. Но все-таки подчищает Питак. Иэн Макошин, который сегодня достаточно заметен. Передача на синюю линию. Райан Меркли. Бросок. Я даже поверил, уже отличная пауза. Мог перехитрить Галкина. Но и Галкин не дрогнул в том числе. Как раз в район Питака накатался. 58-й номер автомобилиста. Но успел уже в оборону отработать. Правда, потерял равновесие. На торможении момент, какой снова Спенсер Фу мог забивать и оформлять дубль. Но справился Галкин. Тем более, что Себастьянов больше игроком ротации является в этом сезоне. Но сегодня шанс ему предоставили. В прошлом матче его не было. Неплохой момент может быть. И здесь Мейсик уже на пустые мог отдавать до Костя. Он так и делал. Но немного не точно. На ровном месте этот момент абсолютно возникает. До Коста пытается еще доработать. Но Куин Лун все же отбивается. А вот через такие моменты игрокам-автомобилистам нужно искать свое участие. То есть конкретно в этом матче. То есть если не проходят вот эти комбинационные какие-то действия большие. Попытаться вылезти на ворота. Затолкать ее хотя бы в первую шайбу. Передача на синюю линию. Эберт. Снова на Дакосту. И Дакосту. Вот это поперечная передача на Мейсика. Можно здесь Кизимову еще добивать. Но шайба все-таки у Кайла Кейзера. Ну хороший, хороший момент создают игроки-автомобилистам. Джек Челеса в том числе, видимо, был в курсе и попытался его осуществить. Было неплохо. Но вот здесь снова у Кунь Луня шайба. Бросок поворотом. И Галкин щитком отражает. Бросал, по-моему, Тайлер Грауа. Но не вывел из зоны. Еще одна попытка на это будет. Паутов на опережение Мейсику играет. И посмотрите, опять нет выхода из зоны. Бросок поворотом. И как здесь не забивает Кунь Луня. Сил не хватило. Передача вправо. Круг выбрасывания. Еще один бросок. Кайл Кейзер с ним справляется. Угрожал воротам Владимир Кузнецов. Денежкин. Кузнецов из-за ворот. Неплохо сейчас вылезал 11 номер автомобилиста. Снова забросить не получается. В полном составе Кунь Луня действует. Передача на синюю линию. И уже Степан Хрепунов. Шайба завладевает. Пас на пятак. Филяев бросает и еще добивает. Но Кайл Кейзер справляется. Уже 32-е спасение галкипера Кунь Луня сегодня. Нападение у автомобилиста там ротируется очень и очень серьезно. Попытка лакросса будет? Ну нет. Такую паузу выдерживал, как будто бы было это в мыслях. И вот здесь бросок добивания с разворота. Снова Кейзер. Не позволяет он забить уже Алексею Бывальцеву. 10 секунд до конца второй 20-ти минутки на синей линии шайба. Осипов на Филяева. Ну и тут за ворот ее отправляют. Вряд ли уже хватит времени обострить. Да. Сирена. Сирена об окончании второго периода. Макс, ну не везение в совокупности с какой-то куражной игрой вратаря Кунь Луня. Это два фактора, которые не дают пока сравнять счет команде? Пока да. Что делать? Где-то трафик создать, где-то полезть туда, как говорится, с мясом ее затолкать. Сугубо мое мнение. В каких-то моментах не хватает простоты. Кажется, что хотите завести ее прям в ворота. Возможно, возможно, есть такие моменты. Постоянно были в атаке. Мог дубль вообще снять, управлять. Хотя он ни одной шайбы в КХЛ в этом сезоне пока еще не забил. Но вот если мне память не изменяет, то он в составе СКА как-то забивал. Немало времени игрового сегодня у нижних звеньев, хозяев. Частенько мы видим на льду Каштанова и Филяева. В том числе здесь еще и момент вполне мог нарисоваться. Песинг на ворот не будет, но пока что мы этого не видим. И вот неплохой бросок после выигранного вбрасывания. Ну и вот нам на графике как раз демонстрируют статистику по броскам. Хорошая передача. Лохкард будет первый на шайбе. Причем сначала Галкин собрался выходить из ворот и будет удаление. Да, немножко неправильно Галкин сыграл и попал. Ее посылает, но сейчас автомобилист все-таки отбрасывается. И можно даже контратаку сейчас развить. Денишкин классно качнул и немного не попал. И даже выходил в одной тройке Владимир Тарасенко. Ну а сейчас он игрок Кунь-Луни. Бросок по воротам. Ее опасный рикошет. Пау, того много было пространства. Он бросал в касание еще. На передаче на пятак и здесь. И пока ни одной заброшенной шайбы по-прежнему. Трямкин за ворота. Передача на пятак. Так, Стефан Дакоста. Один-один. И потрясающий, гениальный пас от Меркли. Пасел наслаждаться повтором. Да, еще с неудобной передачи. Как здорово вытянул защитника. Буквально одно движение. Сразу увидел, что защитник срывается. И Дакоста оставили одного. Но оттуда он не промазывает. Не торопится. Отдает на Ника Эберта. И тот попадает в своего же игрока. Денежкину в спину. Шайба прилетела. Спенсер Фу в атаке. Фу, надалью штангу. И Ленюк здесь сбивает Галкина. Неприятно. Главное, чтобы с Галкиным все было в порядке. Ну вот так заталкивать игрока тоже во вратаря тоже, наверное, не нужно. Ленюка все-таки отправляют. Как раз за контакт с голкипером. И Ленюк пока сам понять этого не может. Да, вот эта концовка нас ожидает. Интересно. Передача под красную линию. Стефан Дакоста шайбу принимает и входит в зону. Отдает неплохо на свободный лед. Бросок от Мейсака. Ну и все-таки Оригин шайбу выбрасывает. Ну вот и все. Заканчивают команды. Интересно понаблюдать болельщиками какие. Крипанов как здорово себя скинул. Соперника бросил. Поворотом обыграл он Челиоса. Но Кайл Кейзер все-таки шайбу в ловушку забрал. Есть выигранное вбрасывание. Меркли. Бросает поворотом. Ой-ой-ой, как опасно. Перекладина шайба попадает после броска. Защитника. Ну да, подставление было в средней зоне. Не получилось шайбу. Выбросил. Эберт на Дакоста. Дакоста снова на Эберта. Мэйсик Бывальцев еще. На площадке Дакоста бросает с кистей. Но от блина Кайла Кейзера шайба попадает в заградительную сетку. Не успеет вернуться. Дакоста на Эберта бросок. И снова Кейзер. Но и абсолютно ему никто не закрывал обзор. Помехи нет, да, перед Вардарем. Дакоста. Последние секунды Бывальцев. Передача и все. Там Кейзер еще так красиво на публику постарался сыграть. Меркли против Кейзера. Праворуки нападающие. Бросает и на месте Кайл Кейзер успел выставить ловушку. И, кстати, выходит Яндроск. Экс-форвард Хабаровского Амура и нынешний нападающий Куйнуня. Ой, здорово. Раскачал, забил. Исполнение шикарное. Набрал скорость и показал, что будет бросать смена курса. Шансов не оставил вообще. Что теперь попытка Куйнуня. Лукас Локхарт. Локхарт убрал ее и между щитков шайбу отправила. Где она вообще? Все-таки под Галкиным. Брукс Мейсайя. Гол. И автомобилист забивает. Сравнивает счет. Но у Куйнуня попытка в запасе. Ну что, пятая попытка. Максим Денишкин. Денишкин. Денишкин качнул. И в итоге все-таки... Рорк Шартье. Шартье. Бросок и нет. Штангу попадает, да? Да, прям штангу. Это Ян Дроск. Один раз он уже сегодня забил. Посмотрим, получится ли второй раз. Дроск. Опять качнул. Красавец. Здорово исполняет он. Будет ли Брукс Мейсайк сейчас спасителем автомобилиста? Бросок и Мейсайк опять забивает. Очень уверенно. Причем у них подход разный, да? Дроск как раз именно обыгрывает, а Мейсайк бросает. Опять Дроск. Свалились в дуэль. Интересно, сколько это будет продолжаться. Подбирает Дроск. Без скорости. Качнул и уложил Галкин. Ну и опять Мейсайк. Посмотрим, выглядит ли Мейсайк дуэль у Дроска. Брукс Мейсайк. Нет. Нет. Лукас Лохард. Лохард. Ух ты. Не ожидал, по-моему, Галкин просто такого. Не ожидал, да. Думал, будет убирать вот это подкидкой. Стефан Дакоста. Если не забивать, то Кунь-Лунь выиграл. Дакоста, бросок, все. Кайл Кейзер приносит победу Кунь-Луню. И Кунь-Лунь выигрывает в Екатеринбурге впервые с 1 сентября 2017 года. Поздравляем, Кунь-Лунь. Лукас, вас поздравляю с победой. Во-первых, немного о своем броске, потому что это такое легкое и незримое для вратаря движение клюшкой. Ну, правда, достаточно сложно взять такой. Ну да, в этом как бы вся суть. Стараюсь немножко вратаря перехитрить, чтобы он не видел этот бросок. Первый раз у меня это сделать не получилось сегодня, во второй удалось. Ну, вот, это моя фишечка в этом. Почему? Потому что вы сегодня, вы все герои. Вы играете очень хорошо. Специальные пеналтики, 5-5. Good neutral zone. Кост-черк. Вы играете опять вместе. И each of you care about the team and about the result. So, get rest, and we have a nice game. Good job, everybody. Good job. Boys, two in a row. Good stingy defense. We have ILPK. This one's pretty easy. Kaiser. Good job, boys. Let's keep it rolling here. Thank you. Good job.